По предварительному прогнозу погоды на этой неделе установится положительная среднесуточная температура. С учетом того, что почва маловлажная, существует высокая вероятность пожаров. Только в выходные в МЧС зафиксировано более 50 случаев возгорания палой травы. Ход подготовки к пожароопасному сезону обсудили сегодня на еженедельном совещании с членами правительства республики. Министр природных ресурсов и экологии Иван Исаев рассказал об утвержденных планах подготовки к пожароопасному сезону и порядке взаимодействия всех служб во время чрезвычайной ситуации. По словам председателя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, Вениамина Петрова вся необходимая техника и более 3000 человек личного состава находятся в полной боевой готовности к любым природным сюрпризам. За последние три года проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы лесопожарной службы. На это было направлено около 100 миллионов рублей. Проведена паспортизация пяти площадок на акватории реки Волга для забора, воды самолетом Б-204, плюс 28 водоемов на территории Республики, пригодных для забора воды вертолетами типа Ми-8, Ми-26, оборудованных водосливными устройствами. А также на территории Республики создан достаточный резерв сил и средств, функциональных и территориальных подсистемы нашей Республики, привлекаемых для тушения природных пожаров. Но несмотря на профилактическую работу, большинство пожаров возникает из-за халатности самих граждан. За последние три дня наибольшее количество вызовов зарегистрировано в Алатарском районе. Вениамин Петров пояснил, что теперь за опал травы виновные могут быть привлечены к административному штрафу. В минувшие выходные в ряде районов Чувашии прошли досрочные выборы в органы местного самоуправления. Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Цветков отметил хорошую явку и огласил предварительные результаты. Во всех 15 избирательных кампаниях победу одержали кандидаты от «Единой России». Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.